МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Меры профилактики по-прежнему актуальны. Это при том, что в Крае отменили карантин по гриппу и ОРВИИ. Мошенники становятся все более продвинутыми. Какие способы обмана людей сейчас наиболее популярны? Будет громко, а в регионе проверят системы оповещения населения. Итак, в Крае отменили карантин. Завалевших ОРВИИ и гриппом стало меньше. Роспотребнадзор сообщает, что за прошедшую неделю зарегистрировали более 16 тысяч больных. Это на 6% меньше, чем на предыдущей неделе, но все еще выше эпидпорока на 10%. Несмотря на снятие карантина, врачи советуют не забывать о профилактике, как можно чаще мыть руки, проводить дома влажную уборку и бывать на свежем воздухе. Свет в конце тоннеля. В скандальном деле торговой сети Холидей наступил перелом. Суды, которые рассматривают иски ритейлера к поставщикам, больше не торопятся выносить решения в пользу Холидея и тщательно изучают обстоятельства дел. О том, как несколько десятков фирм, объединившись, продолжают искать справедливость в этой непростой ситуации, рассказали за округлым столом. Подробности у Ильи Кочеткова. Напомним, в конце прошлого года стало известно, что обанкротившаяся торговая сеть Холидея, точнее ее конкурсный управляющий, решил взыскать с поставщиков деньги за ранее поставленные товары. Это стало возможным благодаря особой лазейке в законе о банкротстве. Под ударом оказалось около 200 компаний только в Алтайском крае. Суммы от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей. Несколько решений суды вынесли в пользу Холидея, поэтому поставщики объединились в подобие профсоюза и делятся первыми результатами. Нас все-таки слышат, нас услышали. Это и органы исполнительной власти, в первую очередь, помогают нам активно в этом вопросе. Правоохранительные органы тоже, если запросы отправлены, это непростой вопрос. То есть инкриминировать кому-либо уголовную ответственность, мы это прекрасно понимаем. Поэтому все наши запросы, именно правоохранительные органы, они еще пока находятся в неактивной фазе. Но надеемся, что там какие-то моменты будут приняты. Между тем, становится понятен истинный масштаб трагедии. Исковые заявления предъявлены десяткам компаний Сибири, Подмосковья, даже Крыма. Претензии на миллиарды рублей. В то же время суды начали переносить заседания на более поздние сроки. Как объяснили юристы, это хороший знак. Судьи стали рассматривать иски более тщательно. Все сошлись на том, что поставщикам надо защищаться еще активнее. Для того, чтобы конкурсный управляющий все-таки посмотрел на ситуацию трезво. И пока не поздно отозвал, не отозвал, а отказался от своих исков. С тем, чтобы ситуацию наконец-то прекратить и не продолжать дальше, собственно говоря, мешать работать всем, причинять убытки всем, на кого сегодня подано. Сколько продлятся судебные тяжбы, никто из участников предположить не может. Холидей пока продолжает, что называется, гнуть свою линию. Между тем, предприниматели уверены, нынешнее дело должно стать прецедентом. Инициативная группа готовит целый ряд поправок в законодательную базу, в частности, в закон о банкротстве. Они намерены продвигать их вплоть до уровня Государственной Думы, чтобы ситуации, подобные делу Холидея, не повторились впредь. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком. Вот 85-летняя жительница Барнауа самостоятельно, без чьей-то помощи, сумела дать отпор мошенникам. Когда ночью женщине позвонили, сообщили, что ее дочь наехала на пешехода и потребовали миллион рублей, чтобы та не попала в тюрьму, разумная бабушка прежде убедилась, что ее дочери ничего не угрожает, а после позвонила в полицию. Кстати, ваш родственник попал в ДТП, по-прежнему один из самых популярных видов мошенничества. По данным полиции, набирает обороты еще один вид преступления. Звоняющие с московских номеров, представляясь сотрудниками банка, сообщают об операции, которая внезапно произошла с карты и просят ради безопасности зарезервировать средства на новую карту. А для этого требуется сообщить реквизиты уже существующей. Пожилые люди частенько попадаются, когда желают приобрести БАДы или лекарства. Молодежь, когда получает товар на почте, требуется предоплата, а в посылке в итоге оказывается песок. Гражданин, который совершает покупку в сети интернет, должен быть готовым к тому, что ему придет не тот товар, и, возможно, он никогда за него не получит деньги. Это значит, чтобы напугать их немного, так скажем, чтобы они пришли в сознание. Конечно, мы, как полиция, будем работать по всем преступлениям. С нас никто обязанность не снимал. Но как-то так. Только за прошлый год количество преступлений, совершаемых через глобальную сеть, выросло на 60%. Чаще всего преступники работают за пределами края. 95% людей, которых задерживают за подобные деяния, живут в Центральной России. Чтобы обманывать обычных горожан, создаются целые колл-центры, которые работают с утра до позднего вечера. Чаще всего людей обманывают на сайтах, где что-то можно продать или купить. Так как же не попасться на уловки мошенников, к примеру, в интернет-магазинах? Только на известных каких-то ресурсах. Не надо идти на ресурс какой-то там рога и копыток, которые вы первый раз вообще в жизни увидели. По расписанию тревога завтра в крае будут тестировать систему оповещения населения. Проверят, хорошо ли работают сирены на случай весеннего паводка. Сигнал тревоги зазвучит во всех городах и районах в 11.46. Услышав сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем», гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу «Россия-1», проводную радио или FM-радиоприемники на канал «Радио России» и прослушать сообщения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований. В случае реальной опасности после сигнала «Внимание всем» передают сообщение об угрозе. Завтра же просто сообщат о проверке технического состояния системы оповещения. Продолжим выпуск. Охотничьи из службы края передали новую спецтехнику. 17 снегоходов куплены на средства краевого бюджета. В 2020 году было принято решение руководством об увеличении штатной численности учреждения на 2 единицы. Используя эту технику, оперативная группа будет патрулировать особо охраняемые природные территории по всему краю. Как уверяли чиновники на официальной церемонии, снегоходы зарубежные, качественные, должны прослужить лет 5-7. Одна такая модель обошлась бюджету края в 628 тысяч рублей. Всего на закупку потрачено 20 миллионов. Собственно, на них купили эту партию и еще одну, которая в скором времени поступит в охотхозяйство. Ежегодно краевая служба выявляет более тысячи охотников-нарушителей. От них в бюджет региона каждый год поступает не менее 10 миллионов рублей. Ожидается, что новые снегоходы позволят инспекторам задерживать больше браконьеров, которые зачастую тоже обладают импортной техникой. Новые продукты, рост филиальной сети, удобные сервисы, таковые, если вкратце, итоги 2019 года для алтайского отделения Паузбербанк. О том, как развивался и как стал ближе к своим клиентам один из главных банков страны, накануне рассказал журналистом, управляющий алтайским отделением Антон Милютин. Компания росла по ключевым показателям. Объем потребительского кредитования вырос по сравнению с прошлым годом на 33%. На 23% увеличился кредитный портфель юридических лиц. Стало и больше клиентов. Более 43 тысяч компаний уже выбрали банк в качестве своего финансового партнера. В прошлом году их число увеличилось на 4500. Банк держит руку на финансовом пульсе и внимательно относится к потребностям клиентов. Перевел многие сервисы онлайн, внедрил кредитование для покупок по интернету, расширил филиальную и агентскую сети. Кроме того, продолжает развивать собственную экосистему. Это целый набор сервисов – телемедицина, мобильная связь, служба доставки и многое другое. Эти сервисы выходят за традиционных банских продуктов, но тем не менее их объединяет то, что в них есть потребность. И мы с помощью наших реальной сети, наших клиентов эти сервисы активно развиваем. При этом Алтайское отделение активно занимается и социальными проектами. Обучение педагогов в крае по программе развития личностного потенциала, занятия по финансовой грамотности для всех – это лишь небольшой список. Кроме того, в наступившем году пройдет ставший уже традиционным «зеленый марафон». Спортивный праздник пройдет в 75 городах, так как в этом году он приурочен к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.